Редко где можно увидеть такое количество конструкторов и инженеров в одном месте. Это передовые ученые со всей России и сегодня им вручат медали имени академика Владимира Федоровича Уткина. Медали это награда за большой период жизни. Это не за какое-то разовое дело. Это за большой очень период жизни люди положили всю жизнь на это дело. И поэтому это такая комплексная оценка деятельности человека. Медаль имени академика Уткина вручается с 2001 года. Их существует две разновидности – золотая и серебряная. Она как дань памяти и уважения академика. Такая награда является почетной во всем мировом сообществе. Когда он уже приезжал в Рязань, то он старался вообще всегда помогать рязанцам, будучи еще в Днепропетровске, когда там был генеральный конструктор. Но когда приехал на родину, то естественно он старался каким-то образом помочь своим землякам. Ну и вот получив, получилось, что ответную такую любовь, поддержку со стороны земляков. Вручается медаль в трех номинациях. Региональный – за вклад в развитие экономики Рязанской области, общероссийский – за вклад в развитие экономики и обороноспособности страны и международный – за вклад в международное сотрудничество в космосе. И сегодня в стенах Рязанского государственного радиотехнического университета ее получили шесть человек по всем номинациям, кроме международной. Я представляю все-таки, наверное, уже следующее поколение людей, разработчиков, руководителей научных организаций, которые должны давать импульс для еще следующего поколения. Конечно, когда вручаются премии, это стимул прежде всего для нового поколения идти в исследовательский сектор, в разработку. Это новые все-таки вещи, это новый потенциал, это новое развитие. Это будущее, собственно, для нашего государства. В бизнес-инкубаторе радиотехнического университета присутствуют и студенты. Те, на чьих плечах лежат будущие открытия. Люди, которые продолжат путь в современных ученых. Для ребят это, наверное, знакомство с людьми, которые сегодня совершают открытия научные. Причем такие открытия, которые используются в обороностроении нашей страны, в защите наших пространств и внедрении самых новых инноваций и технологий в производстве. Это важно и для новых поколений специалистов и руководителей, которые работают сейчас и придут после. Это те люди, которые будут руководить конструкторскими и производственными коллективами, сохраняя связь времен и преемственность поколений. И кто знает, может кто-то из этих молодых студентов вскоре даст новый виток в развитии конструкторских бюро. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».